Здравствуйте, друзья, с вами Ольга. Я рада нашей встрече и предлагаю прогуляться по саду. Осадков в июне у нас в Ленинградской области достаточно, особенно во второй половине месяца, так что влаги растениям хватает, чтобы хорошо расти и развиваться. Камнеломка аренца отцвела и теперь такие вот цветоносы лучше, конечно, срезать, чтобы вид зеленых подушек был более аккуратным и декоративным. Вкус самшита на этой горке сформирован в форме шара и всегда выглядит привлекательно. А так зацветает камнеломка теневая варегатная и на фоне своей вот такой ярко-зеленой листвы она усыпана мелкими нежно-розовыми цветками. Взгляните на эту миниатюрную ель-пуш. Она украшена множеством мелких шишек малинового цвета, которые выросли на концах побегов. Несколько лет назад здесь насеялась обычная лесная ель и с помощью ежегодной стрижки худенький сеянец превратился вот в такой пушистый шарик. Крона лиственницы корник сформирована в форме вот такой полусферы на низком штамбе. У подножия горки растет пихта корейской сельберлог. Левее можжевельник репанда и чуть повыше то есть клачетая Кагерс Бьюти. Правее от горки в каменистом ракарии вот здесь растут ель-черная Нана, сербская ель-карл, ель-сандерс-блю. Ну а если посмотреть, вот молодила, разрастаясь, она очень плотно, словно панцирь, укрывает поверхность камней и не дает возможности расти сорнякам. Так смотрится миниатюрный барбарист Унберга Голдолита. Он здесь выступает как яркий акцент в виде такой солнечной кочки. Скоро зацветет красивый колокольчик Платикадона Астра Блю. Еще один миниатюрный и яркий барбарист Унберга называется сорт Лайм Стар. Недавно я посадила два редких вересковых растения это Филадоция Сизая и Кассиопия Мертенса. Чувствуют они себя после посадки хорошо и надеюсь будут дальше расти и развиваться. Так выглядит Эрика и другие верески. У пихты корейской Кагоу Цайс Брейкер разрастаются молодые приросты и крона у нее становится более пышной. У подножия гранитного валуна вот здесь среди ягеля растет горная сосна и еще лесной вереск. Он очень неприхотливый и прекрасно зимует. Это Голубая ель Мисси Блю. Чуть левее ель Инверса. У нее плакучая форма кроны. Среди камней растет почвопокровная ясколка. Сейчас поближе подойдем к Голубой еле Ингельмана. Это сорт Блю Магу. Она после болезни постепенно восстанавливается. Все вот эти молодые приросты с Голубой хвой хоть как-то придали еле здоровый вид. В верхней части кроны побеги у нее более мощные и уже с новыми почками. Хотя в средней части на новых ветках ель тоже заложила почки. Конечно, за лето ей надо бы набраться сил, чтобы преодолеть суровую зиму. Кусты лаванды этим летом просто роскошные. Еще никогда так не выглядели. Они разрослись, стали пышными. Видимо, скоро будет взрыв цветения, так как лаванда вся усыпана бутонами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На днях у нас был сильнейший дождь, лил стеной, да еще и с порывистым ветром. Я думала, что такая непогода повредит все кусты. Но лаванда выстояла и чуть позже покажу вам ее цветение. Здесь же растут куст ивы швейцарской гильветикой. Крону я коротко стригу. И еще куст бузины кистистой плюмоза ауре. Вот с такой яркой декоративной листвой. Эти кусты я ежегодно прореживаю, чтобы они не затеняли друг друга. В этом же уголке, с другой стороны, красуется барбарис Тунберга Голден Ринг. Листва у него яркая, с желтой окантовкой по краю. Это сосна гильдрейха, сорт Дэн Оуден. У нее позже всех сосен выдвигаются молодые побеги свечки. Еще один яркий барбарис Тунберга, сорт Голден Дрим. Это ель инверса, их две в саду. Они имеют плакучую крону, но если вот так вертикально зафиксировать побег, то высоту дерева можно увеличить. Два тамарикса сорт Пин Каскад в этом году плохо перезимовали. Вот этот куст постепенно восстанавливается, заново наращивает побеги. Второй, который рос рядом, к сожалению, вымерз. На его место я посадила ель на штамбе Голд Финч. И рядом еще штамб, он чуть пониже, это ель Медуза. Вот так они смотрятся. Но в этой зоне, также среди больших камней, растет еще одна штамбовая форма, это ель Брайник. И левее от нее можжевельник Принц Уэльский. На этой горке в основном растут горные сосны Могус, также голубые ели. Крону я им стригу в виде шара. Дополняет этот уголок садовая фиалка. Тимьян. Он скоро будет свистеть. Вот этот тис ягодный, пастигиата аурея, растет очень медленно. Рядом с пихтой корейской Блю Стандарт растет западная Туэсмарагд. В прошлом сезоне я начала формировать ей крону в виде сердца и надо будет ей сделать корректирующую стрижку. Вдоль забора посажены обычные лесные ели. Они хорошо подросли и ежегодная обрезка идет им только на пользу. Они приобрели вот такой декоративный вид и распушились. Ну а перед елями растут западные Туэсмарагд. Декоративные прудики дополняют ирисы, хосты и мискантус китайский кляйн силибрспайн. Зацвела белая кувшинка и много бутонов сформировала нимфей трекшн. Так что будем ждать ее цветения. Ну а клен ложных зибольдов прекрасен в любую погоду. Так выглядит ива Хакура Нишики. При посадке она была в кустовой форме. Потом я оставила только две сильные ветки, перевила их между собой и подвязала к опоре. Вот получилась такая штамбовая форма. В таком виде дерево занимает поменьше места. левее от ивы растет туя випкорт на штамбе. Крематисы разрастаются, поднимаются по опоре и скоро зацветут. Так выглядит земляника, посаженная в плетеные кашпо из искусственного ротанга. Она почти отцвела и появились первые ягоды. Здесь растут три голубые ели Суперблю. И еще в этом сезоне я посадила кедр-ливанский пендула. В небольшом ракарии растут две сербские ели брунз. Среди камней хорошо себя чувствует горячавка бестебельная окоха. Она уже цвела в этом сезоне и сформировала еще один бутон. Также здесь посажены разные почвопокровные растения, такие как колокольчик псевдорайнера, отчиток лидийский, разные молодила, райграсс, ну а так зацвел отчиток лопачатолистный пурпуреум. Ярким акцентом этого уголка являются два куста с ярко-желтой листвой. Это спирея японская golden carpet и барбариста унберга мария. Так выглядит молодая ель-пунахилка, посаженная месяц назад. это лиственница пендула на штабе и сейчас покажу вам как выглядят розы. они сформировали бутоны и должны скоро зацвести. Продолжение следует... металла на штаба и Armin на штаба и сейчас вдвою и сейчас и сейчас сахар. Ваши и сейчас на штабе подряд и сейчас на штабе и сейчас меня варманье Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, посмотрите, как разросся на опорах девичий виноград, столько пышной листвы. И впервые в этом году птицы свели гнезда внутри их кроны, в двух арках. Не знаю, конечно, удастся ли им вывести птенцов, так как мы постоянно в этом месте перемещаемся по дорожкам и невольно их беспокоим. Они нас пугаются, но гнезда покидать не хотят. Я стараюсь лишний раз их не тревожить и не обрезаю разросшиеся ветки. В этом хвойном уголке растет испанская пихта Хортман. Посажена она в прошлом году. Цвет хвой у нее серебристо-голубоватый, но молодой прирост чуть светлее с зеленоватым оттенком. Недавно я здесь посадила еще одну испанскую пихту, называется Сорт Ауре. Она тоже красивая и декоративная. Хвоя такая же густая, но молодой прирост, салатового цвета и с ярким желтоватым оттенком. Это японская криптомерия Дингер. Рядом растут можжевельники Голд Шац с желтой хвой и Блю Чипс с голубой. Так выглядит пушистая ель Соня. Чуть подальше растет яркая спирея Голден Карпит. Это ель канадская коника Май Голд. За ней на заднем плане яркий желто-зеленого цвета можжевельник конферта Голден Винкс и еще компактная ель Литтл Джем. Три ветки стелющегося можжевельника Вилтони подняты у меня на вертикальную опору. Они прибавили в росте и образуют вот такую плакучую форму. Их можно еще выше зафиксировать в копоре, чтобы высота растения была выше. А можно по желанию оставить и так. На дальнем плане растут две канадские ели и хинеформис. Но это горная сосна Могус, у которой есть ветка ведьмина метла с более короткой хвоей, чем на других ветках. Справа можжевельник Холгер и пихтокорейская бриллиант. Она растет довольно медленно, компактная в виде вот такой плотной подушки. Это можжевельник Принц Уильский и еще одна горная сосна Могус. Кстати, вот у этого можжевельника тоже одна ветка поднята на опору. Друзья, прогулялись мы немного с вами по саду. Спасибо, что были со мной. Ну а я пойду доделывать чешскую скалку, чтобы чуть позже поделиться с вами итогами своей работы. С вами была Ольга и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok